В следующий докладчик у нас СМАР, Алексей Егорович, президент Российской ассоциации на медицине. Профессор, работает на двух кафедрах, кроме ВИНКа Российского института в основе медицинно-квартологии. Он также является преподавателем на кафедре Московского медицинского государственного университета Игоря Сечина. Уважаемые коллеги, я как тут начальник транспортного, а теперь заслушаем начальника транспортного центра. Есть, можно сказать, две проблемы, которые сейчас в мануальной медицине, и много проблем, которые очень важны мануальной медицине. Это проблема, ну скажем так, чисто ортопедического подхода. То есть в чем она заключается? Она заключается в том, что исторически мануальная терапия, скажем так, начала развиваться в Европе, в Америке, как ортопедическое направление. Почему так? Потому что вы обратили внимание, что все изменения, которые в суставе возникают, их можно классифицировать, их можно диагностировать и уже строить на этом какую-то концепцию. Весьма интересные концепции, которые потом работают или не работают. Одна из концепций, это минискоидная концепция, которая развивается уже давно, и она работает в настоящее время. Если не задаваться какими-то сложностями, да, то она заключается в следующем, что внутри сустава есть минискоид, вот я, сирениальных суставов. И минискоид – это дубликатура сирениальной оболочки, которая может ущемиться и тем самым ограничить движение. И возникает блокада движения в твольную сторону. И вот, представляете, это направление, оно до настоящее время актуально, и оно почти исчерпывающе объясняет, и очень правильно, просто объясняет людям, которые тут начинают работать, как мануальный терапевт, начинают учиться, а что же там происходит, почему возникают блокады. Второе, второй аспект – это неврологический аспект. Это тоже, скажем так, он не в воздухе бесит, он основан только на функциональном взаимоотношении мышечной системы опорно-двигательного аппарата. И вот это второе, и поскольку я невролог, я коснулся к этой второй части, потому что мне представляется оно наиболее интересным, особенно в современном плане, в современном плане развития мануальной медицины. Звучит она сейчас практически так, это работа с мягкими тканями. Это мышцы, фасы, сведочная пара. То есть одного и того же результата можно добиться путем освобождения сустава, смещения суставных поверхностей и путем балансирования мышц. И вот в разных школах продается разное значение мышцам, которые укорочены, напряжены, и мышцам, которые расслаблены. Вот. И вот есть школы, которые говорят, что в сущности как только слабеет функционально какая-то мышца, то ее антагонист напрягается, возникает умничный дисбаланс, а тут и все проблемы возникают. Вот. Второй подход, потому что те, кто занимается, скажем, или ортодоксальной медицины, как мы сейчас слышали, заключается в том, что, нет, мышца просто реагирует на какой-то афферентный сигнал, она реагирует сокращением, изменением постуральной своей активности. Вот. И это напряжение, как правило. И вот антагонист расслабляется. Ну, это, вот две концепции, это, они в философии, скажем, вот если в веках рассматривать философские концепции, да, то это проблема яйца и курицы. Что первично? Яйцо или курица? Как грузины говорят, что было раньше? Это раньше все было, яйцо и курица. Вот. Но это бессмысленный совершенно спор, потому что он не дает никакого позитива для понимания и для разработки тактики ведения больных. Ну, вот мы, как бы, анализируем эту систему и пришли к выводу, что рассматривать нужно всегда пару мышц. Это агонист и антагонист. Почему? Потому что все движение, которое может произойти в суставе, в любом, оно заключается в том, что, значит, какая-то мышца активизируется, да, а ее антагонист, он что, расслабляется. Попробуйте вот эту систему, ну, скажем так, для себе поломать и посчитать, что это не так. И вы получите, что у вас ничего не получается, движение не получается. Потому что если тонуса нет, да, и нет, если слабость возникает и там, и там, то движение не возникает, потому что мышцы не могут привести сустав к движению. А если напряжены и те, и другие мышцы, такие ситуации тоже возникают, я потом, позже скажу, то возникает синдром каменного человека. Он не может ни согнуться, ни разогнуться, потому что повышается мышечный тонус. И эта проблема фактически та же самая, но как бы, но вид сбоку. В принципе, результатом является то, что человек не может двигаться, и движение в том или ином составе не возникает. Потому, рассматривая вот таким образом, рассматривая концепцию взаимоотношения рецепродного и функционирования рецепродного механизма, можно понимать все, что происходит с локомоторным аппаратом, все нарушения. Но, например, для нас ведь не секрет, что если мы наклонились, у нас изменилось центр тяжести, да, мы наклонились вперед, то чтобы мы не упали, должно что произойти? Какие-то мышцы, то есть какие-то гирки, если это весы, да, должны броситься на противоположную чашку в весах, да, чтобы это сохранилось равновесие. То есть, это движение падения должно быть остановлено. Остановлено оно бывает за счет вот мышечного напряжения, которое компенсирует первое исходное движение. И обратите внимание, что когда возникает этот момент, то движение отсутствует. Человек и не падает, да, и он уравновешивается совершенно на другом уровне. Здесь напряжены и агонисты, и антагонисты, но это напряжение, оно соотносится с изменением центра тяжести и тем самым наступает революция. Вот мы, обследуя суставы, мы видим часто такую вещь, что там, где есть ограничение движения в суставе, да, это вот как бы на чисто ортопедический такой подход, мы видим, что там есть положительный, так называемый, феномен сгибания. Вот мы обследуем, допустим, позвоночник, мы обследуем таз, и есть такой феномен убегания или сгибательный феномен, при обследовании крысово-подвздошного сочленения. Там, где заблокирован сустав, там идет виновное опережение. За счет чего? А потому что незаблокированный сустав совершает движение внутри себя, а заблокированный сустав совершает движение за счет, чего он совершает движение? За окружающих. За счет других подвижных структур, да, и мы тогда видим, что вот возникает феномен убегания. Надо сказать, что вообще этот тест очень хороший, очень прост, и он работает великолепно для диагностики. И вообще, чем хороша мануальная терапия, потому что методами мануальной диагностики можно отследить изменения, вот скажем так, функциональных возможностей двигательного сегмента в каждый момент времени. Вот вы что-то сделали, раз тест, и посмотрели, изменилось или не изменилось. Попробуйте таким образом поступить, например, методом компьютерной томографии, это вам сразу укажет, что вы не правы. Или ориентгеновскими, ориентгенологическими, видим, там, сегментами. Даже когда мы делаем с функциональными нагрузками, да, и однократно исследуем, нам потом говорят, а что, если вы будете делать повторно, больном от этого будет плохо. Ну, то есть, лучевая нагрузка увеличивается, зачем делать повторные исследования. То есть, методы, ну, другие методы не позволяют оперативно исследовать систему, с которой вы имеете дело. Сгибательный феномен, он не единственный, он просто в ряду стоит других диагностических критериев, но он очень хорош сам по себе, потому что его можно посмотреть, если обследовать позвоночник, то можно найти ограничения в любом сегменте и очень легко. Мы это видим в поясничном, там, в грудном отделе. Но чем еще и хорош этот сгибательный феномен? То, что он позволяет увидеть реальную картину нарушения мышечного баланса. В чем заключается эта реальная картина? Вы знаете, при обследовании движения в каждом позвоночном девятом сегменте, да, когда мы обследуем, то мы выявляем, что вот, допустим, есть нарушение движения, ну, там, на уровне, например, C5-6. В шейном отделе. Вопрос сразу возникает. Скажите, пожалуйста, значит, если разгибатель спины и шеи состоит из целого ряда мышц, которые, значит, крепятся через один сегмент, через два сегмента, через три сегмента, через четыре сегмента, то есть разной длиной мышцы, то как может быть такая ситуация, что, значит, один сегмент заблокирован, а рядом сегменты не заблокированы? Вот, просто теоретически это невозможно быть совершено. Вот, а сгибательный феномен, он показывает, что, да, это действительно так, что не в одном сегменте идет нарушение, а в целой группе сегментов. Кстати говоря, вот в диагностике, вот эти 80-е годы, говорили о том, что если есть групповые блокады, это указывает на то, что у больного есть патология ботанифорта. Вот такая связь вроде как намечалась. Но сейчас мы видим, что если взять конкретный тест и на его основании судить, то мы видим, что групповые блокады, это нормальное явление, и они отражают состояние мышц данного региона. Шейный отдел, грудной, скажем, конкретно диуритный сегмент, и может быть такая ситуация. И мы, сманипулируя на этом уровне, мы можем сразу увидеть, что динамики, положительная динамика и восстановление движения в этом отделе. Отсюда возникают такие вот интересные соображения. Если движение более глобальное, чем мы его представляем, то, значит, возможно, определенная группа мышц, не собственные, не аутохтонные мышцы, а вот мышцы длинные, которые имеют, ну, ключевое значение в том или ином регионе. Ну, давайте мы посмотрим на такую вещь. Вот если мы обследуем, допустим, позвоночный диуритный сегмент в поясничном отделе, да, и мы знаем, что блокады там могут возникать за счет косых мышц, да, за счет межпоперечных мышц, остистых, межостистых мышц, то есть за счет этого могут возникать блокады. А вот если мы обследуем, например, крестово-подвздошное сочленение, да, то вот я неоднократно слышал о том, что, а вот у крестово-подвздошного сочленения нет собственных мышц, которые приводят ее в движение. Нет, почему? Потому что все ориентированы на собственные мышцы, на короткие мышцы, а там приводят движение, но глобальные мышцы, длинные мышцы. И та же история возникает и в шейном отделе, то есть есть ключевые мышцы, которые как бы замыкают или же размыкают двигательную активность в том или ином регионе. Вот в нашем исследовании было показано, что к таким мышцам можно отнести шейном отделе, например, лестничную мышцу. Лестничная мышца, она, скажем так, анатомически основное движение, которое она совершает, да, это наклон головы в сторону, шеи в сторону. А на самом деле функционально, вы знаете, что движение любой мышцы, когда она сокращается, она совершает движение в трех плоскостях, это не в одной плоскости, потому что так устроен вообще, так устроен механизм, так устроена вот спираля лестрифта, если вот ортопеды знают об этом. то есть крепление, оно спиралевидно, или оно спиралевидно для одной мышцы, или для группы мышц, вот по анатомическим поездам. потому вот лестничная мышца, если вы с ней работаете, она, вот достаточно только с ней поработать, как восстанавливается движение в шейном отделе, и восстанавливаются многие явления, которые являлись проявлением данной дисфункции. Такое же значение для верхней шейного отдела имеют косые и прямые мышцы головы. Но несколько другое значение имеет верхняя часть торпецевидной мышцы. Очень часто мы ее наблюдаем, ее укорочение. И для нас очень важно, ну, понять, а какое значение только врачей имеет. Верхняя часть торпецевидной мышцы тесно связана с нашим эмоциональным состоянием. Потому она может быть отражением реакции на какую-то дисфункцию в шейном отделе. Она, эту вот, эту дисфункцию может усугублять, но она, как бы, ну, такое имеет сигнальное значение. Потому что, когда мы устраняем дисфункцию, то напряжение пропадает сразу. Не нужно даже работать с этой мышцей. Я на семинаре немножко покажу, как это все делается. Здесь, ну, в общем-то, лучше они раз увидите, чем сто раз услышали. Вот. Для поясничного отдела такой мышцей является, как вы думаете, какая мышца? Ключом к проблемам поясничного отдела? Какая? Иллюпциоз. Иллюпциоз. Это удивительная мышца, потому что она мощная, это сгибатель региона, и сгибатель поясничного отдела, и сгибатель таза. И вот дисбаланс между этими мышцами, он всегда приводит к дисфункции таза, к дисфункции крышево-подвздошного сочленения, и в ряде случаев и определяет дисфункцию других мышц. Значит, ключевое значение это каково, что достаточно с ней работать, поработать, да, и можно сразу же мгновенно облегчить состояние больного. Даже если он не мог подниматься, да, он поработал, вы по телефону ему сказали, он поработал, да, и потом он может до вас дойти после этого, и вы уже продолжите с ним работу дальше. Ну и, конечно, здесь упомянули горшевидную мышцу, конечно, она имеет значение большое в положении крестца относительно таза. Та же, как квадратная мышца поясницы, она имеет большое значение. Но, скажем, у нас клиническая симптоматика, то есть проявляемость дисфункции этой мышцы, она совершенно кардинально образом отличается от мышц, которая обусловит дисфункцию крышево-подвздошного сочленения. Ну, бывает необычайная выраженная болиоза была при укорочении квадратной мышцы поясницы. Сильнейший. У меня был случай, когда одна пациентка, пожилая женщина, три месяца, она не спать не могла, не есть, не исключилась. Эта больная лежала, у нее еще была легочно-сердечная недостаточность, вот, и молела Господа Бога, чтобы она ее прибрала. Меня пригласили, я даже не представляла, что можно с ней сделать. Когда посмотрел, там оказалось, что у нее заблокировано двенадцатая легла. Вот. И, ну, после того, как разблокировала, я это, это было обидно, как ли я это делал, это было такое сплошное ТНС. Но после того, как я устранял эту блокаду, все, в нее мгновенно, все прошло. И она, вначале даже это не поняла. Вот. Вот. И только потом у нее хлынулись слезы, и она говорит, я этому не верю. Вот. Потому что она столько мышц. То есть это имеет значение. Но видите, проявляемость совершенно другая. Или же, или же грушевидная мышца, которая действительно, вот, она имеет узловое тоже значение. Но там совершенно другая клиника, и она, ну, скажем так, она имеет такую специфику, что синдром грушевидной мышцы, вот, неврологи, они его ставят на расстояние. Вот, увидев, возьму, и, а, директ синдром грушевидной мышцы. То есть нарушение баланса мышц, это лежит в основе возникновения, блокирования того или иного дивидендного сегмента или региона в целом. И вот наша задача – это диагностировать этот процесс, и иногда устранить всего-навсего дисбаланс двух-трех мышц для того, чтобы эта проблема разрешилась. Ну, я вот на этой части закончу, поскольку я еще буду маякать. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ